После смерти Елизаветы II дети принца Гарри и Меган Маркель, сын Арчи и дочь Лилибет, должны были получить титулы принца и принцессы, а также обращение его и ее королевское высочиство. Однако Карл III не упустил очередной возможности насолить неугодным родственникам. Новый монарх воспользовался своим положением и лишил принц Гарри, Меган Маркель и их детей оставшихся у них привилегий. Сообщается, что сын покойной королевы не подписал соответствующий указ, изданный более века назад королем Георгом V, король предоставит внукам право быть принцем и принцессой, но без привилегий. Так, например, Арчи или Лилибет не могут претендовать на усиленную охрану. Тем временем наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон были удостоены всех положенных им званий и почестей с личного разрешения Елизаветы II. Источники из близкого окружения сосекских уверяют, что Меган пришла в ярость, когда узнала о решении короля. Принц Гарри, в свою очередь, надеется на пересмотр решения отца и планирует провести с ним встречу тет-а-тет. В Лондоне состоялось траурное шествие в честь покойной Елизаветы II. Жители Великобритании собрались у Букингемского дворца, чтобы проводить королеву в последний путь. В процессе приняли участие король Карл III, принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Анна, принц Эндрю, а также принц Гарри и Меган Марк или другие. Во время шествия герцог и герцогиня сосекские крепко держались за руки, что запрещено королевским протоколом. Однако эксперт по языку тела Инбаал Ханнигман поспешил объяснить, что такое проявление чувств на публике позволительно для принца Гарри и Меган Маркель, ведь они уже не являются старшими членами семьи монарха. Их руки готовы переплетены, они всегда готовы поддержать друг друга эмоционально и помочь пережить утрату, отметил Ханнигман. Напомним, что принц Гарри и Меган Маркель отказались от своих королевских обязанностей в январе 2020 года из-за непрекращающихся проблем, таких как пристальное внимание СМИ и внутренние конфликты в семье. С тех пор публика особенно тщательно анализирует каждый шаг пары во время громких мероприятий. Так, после смерти Елизаветы второй Меган Маркель упрекнули в том, что она возлагает цветы на показ и прячет под одеждой микрофон, чтобы затем вставить частные беседы с родственниками в реалити-шоу на Netflix. Они часть процессии, не слишком ли много ожидать, что они будут следовать правилам, написал один из комментаторов в сети. Да, принц Гарри только что потерял свою бабушку, но его работа в качестве сына короля сейчас важнее, чем его горе парировал Ханегман. Карл III изящно почтил память своей первой супруги, выступая с публичной речью после смерти матери. Новый монарх в своем официальном обращении к нации затронул несколько важных вопросов. Своё выступление король начал словами, адресованными Елизавете двумя. Новый монарх произнес трогательную речь в честь покойной матери и процитировал отрывок из «Гамлита», «Да будут воспевать тебя ангелы до твоего упокоения». Телеведущая Дон Ниссон заметила, что эта цитата также звучала на похоронах принцессы Дианы. По словам журналистки, таким изящным способом Карл III выразил уважение своей первой супруге, принцессе Диане. Эта фраза из «Гамлита» также была прочитана на похоронах леди Ди. Поэтому мне интересно, не было ли то, что он, Карл III, выбрал именно эту фразу, тонким упоминанием и данью уважения его покойной жене, поделилась Ниссон в эфире Sky News. Кроме того, сын Елизаветы II объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Его супруга Кейт стала принцессой Уэльской, когда нее именовали Диану. Новый монарх также упомянул в своей речи своего младшего сына принца Гарри и его жену Меган Маркель. «Я выражаю свою любовь принцу Гарри и Меган, они продолжают строить свою жизнь за границей», — сказал он. Принцы принцессы Уэльские еще в начале лета признались, что планируют переехать поближе к Вей-Эндзорскому замку в коттедж Аделаида, чтобы Уильям мог проводить как можно больше времени со своей бабушкой, Елизаветой II. В последнюю неделю августа им удалось перевезти вещи, но британская королева так и не вернулась из отпуска, который проводила летом в шотландском замке Балмарал. Дети пары отправились в новую школу Эламбрук, но теперь само переселение в новый дом, похоже, под вопросом. Инсайдеры из окружения монаршей пары рассказали изданию The Telegraph, что Уильям и Кейт Миддлтон дали понять придворным, что они хотят избегать дальнейших потрясений для детей, а потому окончательный переезд пока решили отложить на неопределенный срок. Один из знакомых принца и принцессы Уэльских также подчеркнул, они не будут начинать с нуля, когда дело доходит до решения о том, где жить, поскольку они потратили на переезд слишком много усилий и годами обсуждали это на семейных советах. Просто они не хотят, чтобы их детям приходилось еще сложнее, чем сейчас, после смерти любимой прабабушки. Они знают, что будут счастливы в Виндзоре, и в течение следующих десяти лет будут жить так, как считают правильным для воспитания детей. Накануне Кейт Миддлтон рассказала одной из жительниц Великобритании, пришедшей почтить память Елизаветы II, как ее младший сын, четырелетний принц Луи отреагировал на смерть Елизаветы II. По крайней мере, она теперь рядом с прадедушкой, такие трогательные слова произнес малыш. Принц Гарри вместе с Меган Маркель, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон посетил в минувшую пятницу Виндзорский замок, чтобы лично поблагодарить поколонников королевской семьи, которые собрались со всей Великобритании почтить память покойной Елизаветы II, теперь без нее там, в Виндзорском замке, одиноко, отметил герцог Сосекский в общении со скорбящими. В какой бы комнате она ни находилась, повсюду чувствовалось ее присутствие, продолжил принц Гарри. Он особенно тяжело переживает потерю, поскольку всегда был по-семейному близок с бабушкой, обожал ее чувство юмора и знал, что она поддержит его в любой ситуации. Напомним, что визит в Виндзор 9 сентября стал первым за два с половиной года совместным публичным выходом FAB4, великолепной четверки принца Уильяма, принца Гарри, Кейт Миддлтон и Меган Маркель. Один из королевских инсайдеров отметил, что идея воссоединения принадлежит Уильяму. Именно он отправил брату и его супруге приглашение. Сосекские предложения приняли, мы им так благодарны, обе стороны сделали все возможное для королевы, заявил сотрудник Букингемского дворца в беседе с британскими СМИ. Принц Уильям поделился эмоциональным послением, адресованным его покойной бабушке, Елизавете 2. Он назвал ее «выдающимся лидером», чья приверженность стране, королевствам и содружеству была абсолютной, и признал, что ее потеря еще долго будет казаться слишком ощутимой. В своем трогательном заявлении принц Уильский рассказал, как ее величество, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балмарал, подарила ему его жене Кейт Мидлтон, мудрость и уверенность, а их детям – воспоминания, которые они пронесут через всю свою жизнь. «Я потерял бабушку, я буду оплакивать ее потерю, чувствуя невероятную благодарность», – поделился принц Уильям, – моя жена на протяжении 20 лет получала руководство и бесценную поддержку. «Мои дети проводили с ней каникулы. Она была рядом со мной в самые счастливые минуты. И она была рядом со мной в самые грустные дни моей жизни. Я знал, что этот день придет, но пройдет некоторое время, прежде чем я по-настоящему осознаю реальность жизни без бабушки. Я благодарю ее за доброту, которую она проявила ко мне и моей семье, продолжил престолонаследник, и я благодарю ее от имени моего поколения за то, что она показала пример служения и достоинства в общественной жизни. «Моя бабушка говорила, что горе – это цена, которую мы платим за любовь. Вся печаль, которую мы почувствуем в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали к нашей необыкновенной королеве. Я чту ее память, поддерживая своего отца, короля, всеми возможными способами». Трогательная речь была опубликована после того, как близкие родственники покойной Елизаветы II, включая принца Эндрю, оплакивали ее смерть на частной церковной службе в Балморале. Точка. 8 сентября 2022 года Букингемский дворец сообщил, что ее величество королевы Елизавета II мирно скончалось в шотландском замке Балморал в окружении своих детей в возрасте 96 лет. Новым правителем Великобритании стал ее старший сын, принц Чарльз, который взошел на престол под именем Карл III. 9 сентября он прибыл в Лондон и сделал публично обращение к нации. Речь, которая состояла чуть менее чем из тысячи слов, длилась около 9,5 минут и была произнесена в голубой гостиной королевской резиденции в центре Лондона в 18 часов в пятницу. Монарх поклялся продолжить непростое дело служения своему народу, назвав маму «вдохновением и примером для всей семьи». В трогательной речи король говорил о «времени перемен», восхваляя свою «дорогую жену Камилу», которая становится королевой-консортом, в знак признания ее верной государственной службе с момента заключения брака 17 лет назад. Он подчеркнул, что надеется на ее помощь и поддержку во время своего пребывания на престоле. Также 72-летний Чарльз обратился к герцогу и герцогине Сосекским, сказав, что хотел бы выразить свою любовь к Гарри и Меган, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей. Король объявил, что его старший сын, принц Уильям, отныне становится принцем Уэльским, а его супруга, Кейт Миддлтон, принцесса Уэльской. Этот титул в последний раз носила принцесса Диана. «Мы в большом долгу перед матерью, за ее любовь, привязанность, руководство, понимание и пример. Продолжил Чарльз, моя дорогая мама, когда ты отправляешься в свое последнее путешествие, чтобы присоединиться к моему дорогому покойному папе, я просто хочу сказать тебе спасибо. Спасибо за твою преданность нашей семье и семье народов, которым ты так усердно служила все эти годы. Пусть ангелов воспевают тебя до твоего упокоения». Карл Третий пообещал посвятить всю свою жизнь служению нации, как это сделала королева при вступлении на престол, добавив, это обещание пожизненного служения я даю всем вам сегодня. В это же время состоялась траурная служба в соборе Святого Павла, которую посетило 2000 человек. Прихожане не сдерживали слез, когда пел хор, а волынщик играл шотландскую народную мелодию «Цветы леса», которая исполняется на похоронах и мемориальных службах.